Жертвами могли стать дети. Из-за ливня обрушилась стена парковки на Попова-20. Местные жители говорят, такое происходит не в первый раз. Они боятся, что их дома могут уничтожить таким обвалом. Об этом и других последствиях ливня расскажет Евгений Черных. Ну, вчера вот это, слава богу, дождь. Не было дождя, было много очень жертв. Очень много, потому что детей здесь, ну, мальчишек 20-15 здесь бегают. Надежда Ивановна живет в этом районе 50 лет. Это обрушившаяся стена выходит прямо на ее окна. Рассказывает, такой обвал случался и раньше, в 2017-м. Тогда было хуже, ей разбило окна, а сейчас просто закидало грязью. Стену поставили 20 лет назад при постройке дома. Обвал произошел из-за сильного ливня. Однако жительница уверена, и без него все могло рухнуть. Накануне, во время обвала, она была дома. Вдруг грязь. Я так раз, ну, в кухне, в кухне же видно. Я гляжу, стена падает. Вот вы представьте. Вот я сейчас вам рассказываю, у меня просто в голове не укладывается. Я сразу на франочку говорю, Василиса, милая, одевайся скорее. А потом же ей 5 лет. Глядимся на то, что мне показалось, что это трясение. Страх просто, понимаете, видеть. Я почему-то подумала, что вот этот дом начинает рушить. Устранять последствия рабочие начали еще со вчерашнего вечера. Сейчас убрали треть. Упала только средняя часть стены, потому что эту и дальнюю укрепили еще в 2015 году за счет городского бюджета. Но денег не хватило, поэтому оставшуюся, то есть середину, поручили управляющей компанией. Но действий предпринято не было. Сейчас будут искать техническое решение, как укрепить этот склон без подпорной стены. Возможно, его сположить. Ну, то есть будут искать техническое решение, как там сейчас провести эти работы. Источник финансирования пока решается, что будет как. Потому что территория придомовая, и, соответственно, все работы должны вестись за счет средств управляющих организаций. В городе три сотни таких стены, только четверть принадлежит муниципалитету. За другие нести ответственность должны управляющие компании. За своими стенами, говорят в департаменте горского хозяйства, мы следим. В ближайшее время отремонтируют пять подпорных конструкций по адресам, которые вы видите на экране. Работы на местах либо уже идут, либо скоро начнутся. За два года у нас, короче, по сорок стен мы ставим в ремонт, то есть на восстановление. То есть у нас вот за два года, помимо этого, 19-го, когда обследовали, мы 80 подпорных стен уже отремонтировали. Потому что, как это, она работа вроде невидимая, но не сказать, что никто ничего не делает. Поэтому здесь работа гигантская проводится. Но, понятно, есть вот такие объекты, ну, погода где-то там помогает. Прошедший ливень задел город краем. Под серьезным ударом оказались районные взлетки, Октябрьский и Железнодорожный. А вот жители центра и правого берега последствий непогоды не увидели. На перекрестке Высотной и Гусарова ветер складывал деревья пополам. Некоторых оторвало и унесло ветки. Видимость из-за дождя была плохая. Соседние машины было почти не видно. В службу 005 поступило всего 17 сообщений. Однако все соцсети оказались заполнены видео с побитыми машинами, сломанными деревьями и затопленными улицами. Евгений Черных, Илья Сенкевич, 7 канал.